Простая вещь, но я ее выпустил и рассказал раньше. На низком уровне, на уровне языка C, работа с файлами, это работа, по сути, с файловыми дескрипторами. То есть мы говорим, операционная система, хочу открыть файл. Она говорит, ну окей или не окей, и выдает нам номерок идентификатора открытого файла. Просто номерок. Этот номерок называют громким словом файловый дескриптор. Но удобно в программе работать не с числом, номерком файловым, а удобно иметь даже в чистом C типа указатели на файл. В C++ это еще более высокоуровневой оберткой оформлено. Это так называемый файловый поток. Итак, объект F-стрим. F-стрим. Это файловый поток. Файловый поток. То есть, как вообще происходит работа с файлами? Вы в него что-то записываете, то есть как, по сути, на консоль вы вводите, то есть в конец дописываете, или что-то последовательно из него считываете. При этом он вполне может и закончиться. Значит, оформлено это следующим образом. Вы подключаете библиотеку, которая так и называется F-стрим. Затем вы создаете себе файловый поток, объект этого файлового потока, std-f-стрим, ну я просто напишу F-стрим, для того, чтобы открыть файл. Причем здесь полностью работает концепция RAI. Resource acquisition is initialization. Объект файлового потока создается, открывая файл. То есть, я создаю F-стрим, ну назову его как-нибудь F, и передам ему в двойных кавычках путь к файлу, ну или просто имя файла. Тогда он в текущем каталоге, в том каталоге, который является текущим для данной программы, в нем создаю. Ну или полный путь прописываю здесь. Ну и, кстати, там та же забава, если под Windows, то не забываем два раза, экранируем слэш. Ну на всякий случай сообщаю, если под Windows будете писать, то слэши нужно экранировать, то есть он является экранирующим символом, поэтому, чтобы слэш здесь был, нужно его же написать в два раза. C, двое точек, косая, ну допустим, там 1.txt. И в этот файловый поток можно, соответственно, записывать. В этот файловый поток можно записывать. Каким образом? Вот таким вот образом. writing to file. Однако, возникает вопрос, а как мне, вот я сейчас открыл файл на чтение или на запись? Или на чтение и на запись? В данный момент я сделал такой объект работы с файлом, такой поток файла, который позволяет и чтение, и запись производить с этим файлом. Соответственно, запись производится таким же образом, как и в поток вывода seout, а чтение будет производиться в обратную сторону. Но мне, правда, нужно подготовить какую-то строковую переменную. Правда, не обязательно строковую, потому что из потока я могу считывать для всех типов, для которых это определено. Дело в том, что этот самый f-стрим является потомком o-стрима и e-стрима. То есть он является потоком output, и он является потомком e-стрима. Там сложнее немножко иерархия, потому что на самом деле f-стрим является файловым потоком off-стрим и if-стрим, которые являются, соответственно, частными случаями потока вывода и потока ввода. Эти объекты вот этих типов – это не абстрактные классы. Это не абстрактные классы. И объекты этих типов тоже могут быть созданы. В этом случае мы конкретизируем. Конкретизируем. Если у нас off-стрим, то это output-файл-стрим. То есть это мы на запись и только на запись. То есть мы туда можем выводить, а оттуда считывать не можем. Но это правильнее. Обычно мы файл открываем или на запись, или на чтение. То есть одновременно это вот непотоковая работа. Если у нас одновременно он открыт и на запись, и на чтение, то он начинает читать его сначала. Насколько я помню, да. То есть у него два указателя, две точки одновременно. Но это нужно, может быть, уточнить. Я могу сейчас ошибаться. На самом деле все в этом смысле достаточно тривиально, если работать только с выводом-вводом. То есть тогда только в конец и только сначала. Вопрос, где я открыл файл? Ответ, в конструкторе этого app. Когда файл закроется? Ответ, в деструкторе этого app. То есть в момент, когда контекст этого файла закончится, да, в контекст этой перемены. Когда f перестанет существовать, будет вызван деструктор, который заодно закроет файл. Надо заметить, что в процессе вывода в файл может происходить буферизация. То есть я записываю сюда, потом я делаю какое-нибудь там ожидание, ну не знаю, там, пока x меньше, чем миллион, x плюс плюс, ну условно, да, там, x существует. И потом еще раз f что-нибудь, да, финиш. Так вот, может оказаться, что вот эта вот информация не попала в реальный файл, когда идут вот эти вычисления. И даже в этот момент она еще не гарантированно лежит на жестком диске. Где же она находится? Дело в том, что операционная система занимается буферизацией работы с жестким диском. Буферизацией работы с файлом. Вот есть жесткий диск, если нарисовать эту картинку вот так, есть жесткий диск, да, с которым умеет работать реально только операционная система. И у нее есть, когда мы, когда процесс, application запрашивает в операционную систему, говорит, операционная система, хочу записать, открыть файл, она ему говорит, она проверяет, есть такой файл, нет такого файла, есть ли право доступа к этому файлу. Ага, ну в смысле, прям разбираюсь детально в том, что там в файловой системе написано. Выясняет, что да, можно. И говорит, продолжает, ок, я у себя в реестре записала, что у тебя, да, что у этого application, в его контексте записывает, у него под номером descriptor 3, ну 0 занят, 1 занят, 2 занят. Под что занят нулевой дискриптор? Нулевой дискриптор, или, соответственно, нулевой открытый файл, как бы, да, который всегда и так открыт. Это поток ввода. Поток ввода. Он работает в C++ через объект CIN. А в C, в чистом C, где нет этих потоков, где мы работаем с указателями на файлы, там называется это STDIN. Стандартный поток ввода. STDIN. Соответственно, первый дискриптор это поток вывода. Для него есть объект стандартный COUT. Он определен для любого стартовавшего вычислительного процесса. Вот, первый дискриптор. И обычно это на консоль. То есть обычно подразумевается, что это будет выводиться на экран в консоли при запуске в консоли. Однако, на самом деле, конечная операционная система может хитрить. Она может на самом деле этот поток вывода направлять в файл. Перенаправлять в файл. То есть сохранять в себе лог того, что печатает программа. А на консоли вообще ничего не печатает. Вот именно для... Да, в чистом C называется STDOUT. Это не дискриптор, а указатель на файл. То есть файловый указатель. STDOUT. Стандартный вывод. Второй дискриптор, который определен, опять же, для каждого стартовавшего процесса, это поток вывода ошибок. Ошибок. Ну или просто поток ошибок. СЕЕРР. Оказывается, можно не ТИАУТ, а СЕРЕТ. Это то же самое на консоль, однако, если вывод потока вывода был перенаправлен в файл, то вывод ошибок продолжает падать на консоль. То есть, если мы хотим сигнализировать о какой-то реально ошибочной ситуации, которая должен увидеть человек, то, мало ли, СИСАДМИН взял и перенаправил это в файл, да, ну что там, смотреть ему длинные эти, вот, но ошибки он все равно увидит. Если, конечно, СИСАДМИН хочет, он может и этот дискриптор вывода перенаправить тоже в файл, причем в другой. То есть, операционная система может на самом деле здесь пошутить с нами, и это могут оказаться не клавиатуры, экран и экран, а это могут быть файл, файл, файл. И вот тоже вместо клавиатуры это файл. Вот. Так, ну что, дальше с номерами. Да, естественно, когда открывается какой-то очередной файл, то там создается какой-то другой номер. Не обязательно, кстати, три. Нет гарантии, что там они идут по порядку. Ну, логично, чтобы это было три, но рассчитывать на это четко нельзя. То есть, когда мы вызываем открой файл в чистом C, то мы получаем, собственно, число, дескриптор, да, open, он нам вернул номер, и мы должны его запоминать, чтобы потом работать с этим файлом. Так вот, что я хочу сказать, что когда приложение после того, как файл открыло, оно говорит, операционная система, я хочу записать в этот файлик, который я тут вот, ну, которому соответствуют какие-то там сектора, естественно, этот файл может храниться в каких-то там дробных кусочках, да еще не на одном винчестере, а на рейт-массиве, или даже удаленно по сети, неважно, допустим, он на винчестере хранится. Но смысл в том, что я хочу туда записать один байт. А операционная система для этого должна что? Жесткий диск разогнать, головку подвинуть и этот байт. Ну, можно это себе представить? Это неразумное, нерациональное использование реального ресурса этого жесткого диска, он будет медленно работать. Байт туда, байт сюда, потом программа подумала, еще байтик рядышком изменила. Дело в том, что так устроен жесткий диск, что операции чтения и записи, когда они производятся потоково, вот массово, они производятся намного быстрее, чем запись по байту. Это не такое устройство, которое работает, как оперативная память, куда по 4 байта группировать, по 8 байт, больше не обязательно. То есть, оно произвольного доступа, можно в произвольном порядке, то есть, сюда информацию желательно сохранять как-то вот массово. Поэтому операционная система законно занимается буферизацией. То есть, у нее, кроме того, что в принципе написано, что приложение открыло файл 1.txt и позиция, где мы сейчас находимся, то есть, она помнит не только файл, но еще и позицию, где мы сейчас находимся при его считывании или записи. Вот. Так вот, она может обеспечить вот здесь вот буферизацию, то есть, она сохраняемая операцией все, она себе поддерживает в памяти, каково текущее состояние этого файла. И в этом нет никакой ошибки. Это нормальный правиль. И периодически, когда этот буфер заполнен или когда операционная система появилась в свободное время, она сбрасывает состояние файла на жесткий диск. То есть, когда этих изменений достаточно для того, чтобы это сделать удобным, комфортным образом. Понятно? Поэтому вот эта буферизация, это не зло, а плюс. Вот. Однако, нам бывает нужно сбросить эти самые буфера. То есть, мы хотим, чтобы для данного файла операционная система синхронизировала. Да? Для этого существует такая операция, которая, вот сейчас я понимаю, что сейчас мне нужно вот это вот сохранить. Потому что иначе я могу, вот эта операция, допустим, потенциально опасная, мало ли я сейчас тут вылезу, вылечу. Я хочу, чтобы это влог ушло. То есть, я увидел эту фразу, гарантированную, что я пытался сейчас писать файл на условно. Мне требуется выполнить вот здесь вот операцию F. Сейчас, секундочку, я проверю. Мало ли я забыл, как она пишется правильно. F-sync. Флаж. Ошибся. Ни-сync. Флаж называется. Вот эта операция явным образом сбрасывает буфера. То есть, после окончания этой операции точно все. То есть, это такой явный запрос, когда это приложение говорит операционная система, хочу, чтобы буфер оказался на жестком диске. И она все буферы сбрасывает. То же самое, но, правда, при чтении там этого нет. Еще, это не вызывает ошибки потому, что, когда мы открыли файл на запись, у нас этот файл за этим вычислительным процессом зарезервирован. Его не может одновременно с ним кто-то другой открыть на запись или на чтение даже, потому что он завязан. Он должен его освободить для того, чтобы кто-то другой смог его читать. Поэтому такой ситуации, что у нас файл здесь он такой, а другой читает его и он другой, такого не возникает из-за контроля доступа благодаря операционной системе. Так, ну что, что еще вам про них сказать? Чем хорошо работать, я сейчас не буду рассказывать, как SIG делать в файлах, там есть такая операция SIG можно перемещаться позицию, там крутить вперед-назад вот SIG P если этот файл позволяет делать SIG, ну вот эти вот файлы не позволяют делать вот эти потоки, не позволяют по ним ездить, а вот по файлам, которые открыты с файлов системы, там в принципе можно сказать, а ну-ка откатимся на вот эту позицию, с нее начнем запись или там чтение тоже, там есть такая возможность. Но все-таки самое главное операция это запись или чтение. Чем хороша вот эта методика файловых потоков языка C++ по сравнению с SIG? Дело в том, что вы переопределив операцию для O-Stream, для обычного O-Stream, вы тем самым свой класс, свой тип подготовите и к выводу в файл. То есть вам не нужно будет отдельно его убеждать, что вот это нужно делать именно вот. Понятно? Есть еще интересные тонкости, а как нам оператор оператор вывода в поток перегрузить иерархии иерархии классов, если у нас есть иерархия, да еще с виртуальными методами. Я хочу, чтобы я отправляя на вывод по базовому указателю какой-то объект, на самом деле распечатал его как производный. в чем там проблема? Это проблема интересная. Смотрите, вот у меня есть класс base. В этом классе у меня сейчас определен будет что? Ну, оператор вывода в поток. Но оператор вывода в поток это френд функция. Понимаете? У него пусть ничего сейчас не будет внутри. Пустой. Класс пустышка. Конструктор не буду писать. Но все-таки кое-что я сейчас сделаю. А именно я хочу каким-то образом. Значит, еще раз. Давайте я сейчас пропишу, что там будет. Я пропишу, что там будет. Да, чуть-чуть побольше. Мне понадобится сейчас здесь место буквально 3-4 строки. Оставьте вот здесь под 3 строки кода. А здесь я напишу, что у меня у этого класса base есть friend оператор. Прошу прощения, friend возвращаемое значение O-stream ampersand, неконстантная ссылка на поток вывода, оператор вывода, у которого левый оператор это O-stream ссылка out и собственно константная ссылка const base ampersand не знаю, как назвать его здесь и self пускай называется здесь же зарезервированный стол, можно так назвать. То есть я прописал сейчас интерфейс оператора вывода, который является по отношению к нему внешней функцией. Так вот, у меня на основе этого класса base будет сделан сейчас производный класс, да и не один, а целая иерархия. И мне нужно сделать так, чтобы я смог в функции main внутри функции main имея массив указателей или ссылок на базовые, но реально по этим ссылкам лежат производные классы. То есть у меня есть что-то вот такое, оно давайте по указателям. base звездочка a и там лежит у меня три элемента и каждый из них какого-то типа. Ну я туда сразу заранее разложу derivative 1, ну не важно даже просто derivative, ну я несколько конструкторов туда закинул и еще один. Вот у меня три объекта производных, сейчас я не буду писать несколько производных, мне достаточно одного производного и понимания того, что там целая может быть иерархия, сейчас их разная. Так вот, что я хочу, чтобы когда я буду выводить в файл или в seout, это не принципиально, потому что оператор вывода все равно один и тот же, он будет вызывать вот эту функцию, да, так вот, когда я буду выводить туда a нулевой, да, там, a первый и так далее, я вот что думаю, это, наверное, ссылки надо поставить, я боюсь, что я могу чуть-чуть неправильно здесь писать, потому что я его инициализирую не ссылками, а мне нужно сделать ссылку на объект, в общем некрасиво я тут делаю, мне нужно сюда new написать, наверное, new derif, сюда тоже new derif, и сюда тоже new, ну, чтобы выделить под них память, об освобождении памяти я сейчас пока думать не буду, вот, у меня будет вызвана какая функция, ну, очевидно, одна единственная, я не могу сделать дружественную функцию сделать виртуальным методом, хотя бы потому, что она не является методом, логично, дружественная функция, она просто дружественная функция, ну, то есть, она сможет залезать в эти, в атрибуты, если надо, да, и она имеет, если ей дали ссылку, пожалуйста, она может это делать, ясно, но просто так она не сможет выяснить, а какого типа это класс, понимаете, то есть, мне нужно сделать так, я не могу сделать иерархию вот этих функций, понятно, как мне быть, я могу создать одну единственную такую функцию, Ostream Ampersand Operator Out Сейчас, секундочку, оператор Ostream Ampersand Out Const Base Ampersand Self и внутри этой функции сделать простое делегирование, в котором я переверну, то есть, я дам какой-то функции этого класса, которая как раз будет методу, методу, я ему дам собственно этот самый Out, понятно, то есть, я внутри вот этого оператора и всего лишь делегирую на функции вот здесь, он будет просто делегировать это методу, а метод будет виртуальным, то есть, я беру и говорю self .print как бы ни было смешно, но мне придется сделать какой-то метод print, который как раз будет виртуальным и когда я сделаю self print и передам туда Out, да, то он сможет вот здесь обеспечить диспетчеризацию по типу реальному, да. А какой смысл тогда в этой внешней форме? Вот этой вот функции? Да, почему-то разные а потому что тогда у нас работают классические интерфейсы, мы можем вот так вот работать, особенно если нет, а почему нельзя перегрузить оператора битого сдвига прямо как метод и все? Потому что первым его операндом является поток вывода, ага, если бы он первым операндом имел сам оператор, сам вот этот тип, то все было бы обоим, но так оно устроено, что надо же возвращать в качестве результата снова поток вывода, то есть это не так уж просто сделать, но при желании можно обеспечить и так, чтобы в иерархии классов у нас, ну и естественно return out. Так, я еще не сделал, что я не сделал производный класс, я не сделал виртуальную функцию, она естественно должна быть, она кстати не обязательно должна быть публичной, потому что я сделал эту функцию, этот метод, он является у меня другом, поэтому в принципе не обязательно сделать публичной, просто virtual void print и он получает costrim ampersand out в качестве параметра, а this у него есть для того, чтобы собственно туда выводить, ну а вот я сейчас туда просто hello напишу, hello запятая base, так что видите, такое сочетание может происходить, но при желании я могу сделать его даже чисто виртуальным, если базовый не должен быть реализован, если он должен быть чисто абстрактным, да, в производном я тупо перегружаю этот print, и там прописываю новое содержание, ясно, я даже не буду делив класс прописывать, да, маленькая печатка у меня, раз уж у меня тут выводятся ссылки, то мне нужно разименовывать эти указатели перед тем, когда, ну потом почистить память, но это уже сути не меняет, сейчас это дело не относится, разименовывать, эти звездочки я там пропустил, давайте отдохнем, интересные штуки, которые называются паттерны проектирования, паттерны проектирования, как понятно по слову паттерн, да, паттерны, это некие шаблоны, но это не шаблоны типа темплейтов, да, это не те, которые порождают функции или классы, про которые мы говорили, когда я вам объяснял, что такое обобщенное программирование на C++, паттерны проектирования, они не зависят напрямую от языка, они наиболее популярны у программистов языка Java и в C++ они тоже используются и даже в питоне я видел использование паттернов проектирования, но надо сказать, что у питона есть своя специфика и там они вообще по-другому работают часто, вот, я не буду сейчас пытаться охватить необъятное, потому что по паттернам проектирования можно было бы читать семестровый как минимум курс, а может быть даже и больше, и мне достаточно в принципе показать вам к чему это, к чему это дело вообще нужно. Есть некие типовые ситуации, для которых есть какие-то условно-типовые решения, например, так называемый синглтон. Синглтон. Это класс, это класс, у которого может существовать, может существовать одновременно только один экземпляр. Одновременно только один экземпляр. один экземпляр. надо сказать, что сама концепция такого класса она подвергается критике. В некоторых ситуациях его критикуют, говорят, да мне вообще не нужен синглтон. Почему? Ну, потому что это некоторая замена глобальным переменам. А глобальные перемены, как вы помните, зло. Плохо делать глобальные перемены? Хорошо делать глобальные перемены? Нет, очень плохо делать глобальные перемены. Если у вас многопоточные вычисления, то глобальные перемены это зло великое. Они и так большое зло, но в многопоточных процессах там сложно вообще осознать, что происходит. Кто в эту переменную пишет, а главное когда? То есть, может сложиться даже такая ситуация, что два молодой человека уже лекция идет под запись. Сейчас мы развернем камеру на вас. Будем вас слушать внимательно. Так вот, глобальные перемены в принципе это зло. Хотя, конечно, существуют какие-то ситуации, когда они неизбежны или почти неизбежны. Но, если они совсем глобальные, то возникает вопрос их группировки. Но их же может быть относительно много и трудно осознать, где какие. Да, и класс синглтон вполне подходящий способ их группировки. То есть, у нас будет один единственный экземпляр. Если кто-либо затронул эти глобальные переменные, то есть, создал экземпляр этого класса синглтон, то в его атрибутах мы будем хранить какие-то необходимые нам данные, которыми все будут пользоваться. Да? Ну, да, если такие будут многопоточные программирования, то у нас возникает проблема разделения доступа, атомарности доступа, но это решаемый вопрос, можно дополнительно все навесить обкладки, но хотя, тем не менее, может получиться такая ситуация, что у нас выстроилась целая очередь. Представьте себе, что там, не знаю, в офисе один-единственный принтер, который распечатывает флешки, и все сотрудники, они быстро делают свою работу, и если они делают работу продолжительное время принтер относительно свободен, то да, а если принтер один, а их так много, что они стоят в очереди, то получается, что, собственно, затычка именно на принтере, и возникает время ожидания. Поэтому тут существенный есть вопрос, и нормально ли это обменивать информацию через глобальные переменные, скорее, ненормально. Тем не менее, ситуация типовая, надо предложить ее решение. А как? Ведь у нас класс это тип, значит, казалось бы, его переменных можно создавать сколько угодно, а нет, можно создать специфическую ситуацию. Смотрите, я могу просто взять и запретить конструктор. Конструктор нельзя. Там вот конструктор закрытый. в private его отправят. Ну, давайте прямо напишем, я назову класс single clon. И первое, что я сделаю, я его конструктор по умолчанию, да еще вот это не забудем, клонирующий конструктор, который тоже шторчать будет, не дай бог кто-то сделает клоны. Надо прям запретить. И клонирующий конструктор тоже сюда отправим. Значит, что я делаю? Я сюда пишу single tone конструктор без параметров, который называется конструктором по умолчанию. Я его отправляю в приватную часть. Ну, и поскольку паблик не написал, то это проект для класса. Так, его, но этот конструктор в принципе нам понадобится. А конструктор клонирующий я просто сюда впишу в приватную часть для того, чтобы им никто не пользовался. И single tone вот там как const single tone ampersand. Для клонирующего конструктора константная ссылка. поскольку я все равно не собираюсь не знаю как его называть. Х назову. Тело пустое, но оно должно формально быть. Все. Но никто его никогда не вызовет. Потому что он приватный. Вопрос, а как же все-таки создать его экземпляр один, когда он мне понадобится? Чисто что не опасно. Ну, в принципе да, тогда он существует заранее как бы сразу на этапе как бы ну не компиляции там конструктора то нужно будет вызвать, да? Как тус в рукаве. А? Как тус в рукаве. Еще раз как тус в рукаве. А надо все-таки чтобы его я заявил что? Что одновременно существовать может только один экземпляр. Одновременно. А так в принципе он может не существовать. Да? То есть такая ситуация что он не существует она возможна. Ну давайте так я сейчас не буду обсуждать ситуацию что его там удалили ну потому что откуда я знаю кто его удалил а в другом месте у меня ссылка на него осталась. Да? Но ситуацию что первый раз когда я его создаю да чтобы он у меня как раз создался. Для этого мне надо чтобы в самом классе синглтон в качестве статического атрибута существовал указатель на этот реальный единственный экземпляр. То есть я здесь прописываю статическую приватную статическую статическую указатель статик синглтон звездочка ми то есть ми это будет как раз указатель на один единственный существующий экземпляр этого класса. Ну естественно мне нужно любой статический атрибут мне нужно описать вне этого класса тоже да ну сейчас давайте закончим описание класса я потом его напишу. ну чтобы его инициализировать статическая глобальная переменная хотя она и внутри класса это атрибут фактически вот но на уровне модуля должен будет появиться ну естественно в цепокой штукой кстати то есть он должен в цепокой штукой быть а не в заголовочном файле так что его прям рядом писать будет даже неправильно так а теперь собственно механизм а как же все-таки создать то есть смысл то в том что в этот указатель приватный мне нужно такие как-то поместить и дать возможность всем остальным кто захочет создать экземпляр кто первым создает тот его инициализирует а все остальные они не инициализируют но получают значение указателя понятно не инициализируют ну или ссылку можно ссылку можно указатель возвращать мне это не принципиально ясно тишина верно ясно или нет сейчас все понятно сейчас пока все понятно да итак давайте что-нибудь сделаем публичное нужно сделать публичный метод который можно вызвать даже тогда когда ни одного синглтона еще не создан значит он должен быть статическим или вариант номер два дружественную функцию мне этот вариант нравится меньше поэтому давайте сделаем этот статический публичный статический метод поэтому я в нем прописываю паблик открываю секцию и в этой секции паблик я пишу статический метод static create и в этом методе create я прописываю следующий первое я спрашиваю а не существует ли случайно этот самый ми то есть если у меня этот ми является null ptr то я его создаю то есть если у меня not ми ну null ptr он у меня ложный а все остальные ptr они у меня истинные поэтому if not we так можно ясно указатели они имеют логическое значение все указатели кроме null ptr они истинные а null ptr ложный поскольку начальным состоянием ми будет null ptr то соответственно именно в случае null ptr здесь будет правда потому что я делаю отрицание логическое так if not me то есть если ми является null ptr тогда что я делаю я нахожусь в методе значит приватные методы для меня доступны значит отсюда я смогу сделать ми равно new single tone да а стоп я забыл статическая функция написать возвращаемый тип впишите туда или стрелочкой или вот я сейчас впишу вот так вот что она возвращает указатель на single tone single tone звездочка криви ну собственно я если он был null ptr то я создал новый и сохранил его в статическом атрибуте и в любом случае первый раз или это в какой-то очередной произошло я возвращаю собственно этот указатель тому кто будет им пользоваться ну на этом все класс собственно закончен и можно им воспользоваться ну вот я допустим где-то в программе взял и хочу создать новый а да прошу прощения в цппшнике еще нужно создать переменную ми в цппшнике библиотеки где написано single tone нужно будет написать кого single tone звездочка ее тип это указатель single tone а ее полное имя single tone она должна быть вне класса и она должна лежать цппшнике сама переменная ми этот атрибут он внешне по отношению к экземпляру то есть он в его пространстве имен но должен жить где-то в модуле в конкретном месте в одном из модулей не в нескольке потому что раздельная компилиация значит создаст нам целую кучу если в заголовочном файле оставлю эту надпись то она подпринклюдится везде и везде будет создан свой экземпляр этого самого ми это вызовет ошибку на этапе сборки а здесь я пишу просто что у меня переменная типа single tone звездочка а вот она а ее полное имя не ми а single tone два двоеточия ми и ее начальное состояние null ptr это вот статическая переменная такая которая вот как раз поддерживает указатель на этот один единственный объект ок так ну теперь давайте воспользуемся воспользуемся int main я пишу синглтон звездочка p ну и звездочка q я себе два указателя заведу и попытаюсь создать как бы два да я не могу просто так сделать синглтон p потому что закрыт конструктор конструктор приват а указатель создать всегда можно ну там мусор какой-то лежит пока ну как и соответственно теперь что я делаю я говорю p равно синглтон два двоеточия create и q равно символ тон два двоеточия create в первом случае он мне создаст а во втором случае просто вернет дубликат и неважно сделал я это в одной функции в разных функциях даже если в разных потоках исполнения правда надо понимать что в разных потоках исполнения без обеспечения дополнительной защиты может возникнуть условия гонки то есть я могу войти одновременно в создание create в двух потоках это вызовет ошибку поэтому там требуется дополнительное в случае многопоточного программирования некие дополнительные приседания потребуются но в принципе первый вызов create создаст второй только вернет указатель классно все то есть мы сейчас решили проблему как запретить создавать дубликаты и вторые экземпляры приходием и сделали больше не делали однако это не единственная такая типовая ситуация есть так называемая abstract fabric abstract fabric это паттерн который называется абстрактная фабрика классов абстрактная фабрика классов очень забавная штуковина ну или просто ее говорят фабрика класса представьте себе я не буду сейчас все это прописывать что у меня есть какой-то базовый класс ну давай дайте как-нибудь назовем animal базовый класс есть целая ира mammal reptile крокодил аллигатор называется ну пусть у него будет крокодил там не знаю гну ну и так далее то есть целая иерархия всевозможных там животных или чего-то еще при этом мне требуется создавать определенный экземпляр в зависимости от обстоятельств то есть например я считываю из файла название животного и поток очередная строка там написано название рост вес тра-та-та-та-та-та название рост вес тра-та-та-та-та пол и так далее причем причем у меня бывает такая глобальный контекст, в принципе можно было бы это не оформлять никакой фабрики, у каждого из них есть конструктор, который потребляет собственно кроме названия там все остальное а я делаю такую просто функцию которая мне одну функцию которая в зависимости от имени того, что она считывает она вызывает или тот, или другой конструктор, и все и пихает это в общий список однако возможно существование неких параметров создания то есть глобальную температуру на планете это на Марсе иерархия животных, или на Земле ну то есть есть вот мы будем сейчас создавать вот эти вот экземпляры вот этих вот класс всю эту иерархию при этом они все у меня являются ну например у меня два плеера или даже три там и так далее и у меня эти экземпляры класс они все должны быть класс экземплярами конкретного плеера первого и я не хочу каждый раз когда я буду создавать орка или какого-нибудь там чудика для первого плеера каждый раз эти параметры прописывать в конструктор говорить орг и ты первого плеера то есть у меня есть куча параметров первый плеер цвет этого плеера там еще какие-то особенности есть да что у первого плеера есть там как это магия и этот экземпляр должен обладать свойствами этого вот ну понятно в общем есть что-то что должно некие параметры которые каждому конструктору мне нужно запихивать понятно то есть конструирование объектов может быть не очень тривиальной задачей есть набор параметров которым мне хочется для всей вот этой создавая множество объектов принадлежащих этой иерархии мне хочется этот набор значений как-то вот всем передавать глобально понятна логика да еще раз создаю кучу чутиков для какого-то игрока причем этих я хочу что сделать я хочу поручить это создание экземпляров вот этой иерархии специальному классу собственно фабрика фабрика это класс класс который занимается созданием экземпляров создания ну давайте можно не экземпляров просто сказать объектов объектов некоторых иерархии типов или класс понятно вот значит я что должен сделать я должен при желании запретить конструктором вот этих объектов в каждом из этих объектов зафрендить фабрику сказать фабрика мой друг да а потом создать класс фабрика класс фабрик в котором у меня будет метод который создает экземпляр да в начале в конструкторе фабрики я указываю какой плеер там цвет этого плеера который будет наследоваться всем этим объектом понятно ну давайте вот собственно от этого дело и плясать от плеера и этот плеер должен будет каждому объекту прописываться в его конструкторе значит я еще раз говорю всю ту иерархию прописывать не буду будем молча считать что она существует итак я пишу класс фабрик фабрика не является синглтоном фабрик можно создавать много у первого плеера своя фабрика для создания объектов игровых у второго своя фабрика со своими настройками понятно значит что я делаю у меня в конструкторе фабрики да прошу прощения в приватных в приватных ее атрибутах я сохраню номер плеера int player больше пока никаких скрытых параметров у меня не будет чисто из простаты поэтому я int player id player id все больше ничего пока сохранять не будем а так конечно может быть множество параметров которые требуют настройки итак я создаю в конструкторе фабрики значит и требую обязательно я запрещаю конструктор по умолчанию чтобы он не создавался я делаю конструктор не по умолчанию и мне обязательно требуется указать player id да ну и соответственно я здесь что сделаю я скажу this player id равно player id все создал экземпляр фабрики в конструкторе прописал ему какой player id у этой фабрики а теперь собственно я делаю что самое главное я делаю ту функцию при помощи которой я буду создавать экземпляр вот той иерархии предполагается что я буду объектами вот этой иерархии пользоваться через виртуальные методы описанные в базовом классе то есть она вся соответствует критериям барбаралисков не использованы виртуальные методы и по указателю на animal я смогу работать с производными понятно то есть все там нормально с этим с концепцией опы а здесь мне достаточно просто прописать функцию которая будет создавать очередного очередной объект значит она будет возвращать мне ну я назвал animal ну давайте animal и писать значит animal дальше есть вот какой вопрос вот какой вопрос в чем она будет возвращать в качестве указателя ну тогда тот кто принимает указатель принимает на себя и ответственность по уничтожению этого объекта когда он нужно будет его очистить или же у меня эта фабрика создавая этот объект будет его у себя где-то регистрировать список объектов приватных переменных она у себя его регистрирует и создавая сама подчистит за ним память в принципе классно в деструкторе фабрики она автоматически удалит за всеми память в принципе неплохой вариант правда ну давайте сейчас не будем с этим париться там деструктор писать некогда пусть тот кто принимает принимает указатель и принимает вместе с ним ответственность за последующее удаление да а здесь эта функция create она будет выделять память будет делать new но delete фабрики я сейчас делать не буду хотя хорошо и так animal звездочка create значит и эта функция create в принципе может может быть и ничего не принимать но я буду считать что она принимает некую строчку string которая описывает string line которая считана из файла и эту строчку нужно распарсить чтобы разобраться какого животного я создаю то есть вот здесь мне требуется разобраться с этой самой line это хороший вопрос а как мы вообще в c++ можем парсить строки этот вопрос на прямой к фабрике не относится потому что в принципе понятно что если я тут добуду этот самый animal type да как-то там if условно я string animal да с маленькой буквы да и я его каким-то образом достану из строки каким-то образом да то дальше я могу написать очень просто if animal равно равно гну как это в файле предполагается записать да if animal равно равно гну в этом случае что я скажу return вернуть new гну и при этом я в конструктор гну просуну как раз тот параметр который мне и лень каждый раз указывать то есть я делаю new гну и передаю туда layer id ну или можно себе представить что тут недостаточно просто вызвать конструктор а я вызвав конструктор этого объекта должен как это машину предпродажная подготовка какая-нибудь да я должен его там почистить вызвать парочку методов что-нибудь еще с этим объектом сделать ну может быть нужно было бы чуть-чуть подлиннее но я не буду сейчас ничего делать return new гну все и единственное что я сделал сейчас это конкретный player id пихнул туда в качестве параметра да else if иначе если иначе если у меня animal равно равно крокодил который на самом деле аллигатор крокодил в этом случае return new крокодил ну и тоже используя мои данные которые были при создании фабрики я туда протаскиваю что мне нужно и настраиваю этот объект соответствующим образом ну вот таким вот образом я прописываю эту функцию которая меня создает объекты массово понятно но я не буду сейчас прописывать как пользоваться фабрикой создаем экземпляр фабрики в ее конструкторе прописываем player id а поток поехали через ее метод create для конкретной фабрики да через ее метод create наделывать этих объектов столько сколько надо о к чему мы сейчас вернемся к вопросу а как елки-палки вообще работать со строками в c++ в питоне честно вам скажу была халява там все легко со строками в c++ для работы со строками да давайте разбор разбор строк для этого дела существует модуль который называется s-string объект который живет в этом модуле называется string string существует точно так же как и у файлов точно так же есть и string string и o-string string для считывания из строки и для вывода строчку прошу прощения я о-string а есть есть просто string string вот ну смотрите значит еще раз там описано вот там описано три объекта i-string string s-string это короткое его название а сами объекты называются длинными именами i-string string o-string string который только для вывода в строчку и s просто string string что это за чудо такое оказывается работа с распарсиванием строки и наоборот закладывая информацию в строчку в string она происходит тоже через потоки то есть точно так же как при работе с файлами я создаю строковый поток давайте допустим на считывание ну правда потоку который на считывание мне нужно уже дать какую-то строчку ну давайте я сейчас создам какой-нибудь string кстати для того чтобы использовать string мне надо заинклюдить include string так ладно так вот я хочу сделать string ну какой-нибудь ну какой-нибудь hello world и вот я хочу сейчас считать hello отдельно world отдельно да понятно то есть у меня примитивный сейчас запрос то есть как бы сплит сделать для строки да ну раз и два так вот я сделаю и стринг стрим s in это не синус это s in s подчеркивание и я ему даю эту самую s в качестве той строки над которой он хозяйствует после чего я могу сделать string word слово и из строкового потока s in считать слово принцип считывания будет точно такой же как если бы это было из файла то есть до ближайшего пробельного символа или перевода каретки или табуляции то есть он как раз считает туда слово hello если я уверен что там число hello 123 если я уверен что там число то я имею право считать и число s in тратата в x вот в x а а этот оператор мы переопределили один единственный раз для каждого типа ну для in та и строки он и так есть а если нам надо чтобы это работало с нашими классами пожалуй то есть благодаря перегрузке вот этого оператора для o стрима и и стрима вводов и выводов да мы можем обеспечить автоматическую работу и с файлами и со строками здорово ну вот так это реализовано спасибо большое до встречи на следующей неделе обязательно приходите